Нападение, ограбление, серьезные травмы. Вот лишь малая часть всех происшествий и мучений, которые выпали на долю жителей частного сектора улиц Моторная и Путевые. Все дело в отсутствии на этом участке освещения, тротуаров и нормальных дорог. Много лет подряд амичи обращались за помощью в городскую администрацию, но вместо новых пешеходных дорожек и фонарей они десятилетиями получали только отписки. Взглянуть в лицо чиновникам людям помогли коммунисты. Они организовали на месте событий выездное совещание с участием ответственных лиц. Что из этого вышло, расскажем в следующем сюжете. На этих заброшенных улицах чиновников видят впервые. Долгие годы общение ограничивалось сдержанной перепиской. Скрывать эмоции при долгожданной личной встрече люди даже не пытались. Им было что сказать. Их неосвещенный район с разбитыми тротуарами и искореженной проезжей частью давно превратился в мрачное гнездо преступности и страха. Выразить все это в письмах было невозможно. Отказные письюрки, простите, я по-другому не назову. Значит, вы не приходите, не понимаете, что их нужно уже давно без нашей просьбы включить, потому что это уже не первый год. Сколько этих бумажек там написано? Я вам еще раз повторяю. Мы не составляем перечень. Мы просто уже, нам какой поступает, именно приоритетный по асфальтированию, мы и включаем. Почему этот участок частного сектора не был включен в перечень адресов, по которым в данный момент идет асфальтирование грунтовых дорог, ответил представитель Ленинского административного округа. По словам главного специалиста отдела жилищно-коммунального хозяйства, проблемных объектов на его территории много. Настолько, что средств на все просто не хватает. Об этом говорить, конечно, сложно, но все работы проводятся на что? На бюджетное сигнование города Омска. Есть деньги, есть работы. Нет денег, нет работы. А потребность очень большая в округе, в ремонте дорог и в частном секторе вообще. В данный момент сокрушался Анатолий Черняк, требуется устройство 180 тысяч погонных метров дорог. Только в Ленинскую администрацию поступило почти 300 заявок на новое дорожное покрытие. Из них в работе в этом году всего 29. В ответ на эти цифры измученные люди озвучили другую статистику. Нападения, ограбления, драки и тяжелые травмы – все это в районе, основная часть жителей которого давно пенсионеры. В среднем за этот год мы посчитали, 12 человек у нас пришли на костыли, потому что нету тротуара, нету, главное, опять-таки света. Ну дайте вы, ну хорошо, ну неужели нельзя взять столбов? Я не знаю, там куча, ни одной лампочки опять говорю. В отличие от проезжей части, за которую никто и никогда здесь не брался, освещение улиц злободневным вопросом было не всегда. В последний раз стабильный свет фонарей владельцы частных домов видели еще до перестройки. Пришедшие на выездное совещание представители компании «Омск Электро» претензиям людей немало удивились. Мастера тоже действуют строго в рамках имеющихся средств. Так и по всему городу, так же депутаты, я не знаю, когда бюджет принимается в город, почему не закладывается именно на новое строительство линии наружного освещения по частному сектору? Если бы деньги были заложены, выделены, бюджет утвержден и не вопрос строимый. Заложат бюджет, мы сделаем без проблем. Будет проект, все же финансирование идет с города «Омской Электро». Когда народ окончательно понял, что в ответе депутаты городского совета, каждый стал припоминать, за кого конкретно голосовал в последний раз. Ответ почти у всех пришедших на выездное совещание людей был одинаковым. За единую Россию? Почему? Ну, только границу. А как, почему? Думаю, может быть, что-то объяснится. Вернее, лучшую сторону, но лучшей стороны нету. А наоборот, все хуже, хуже. Единую Россию убирала. Потому что все равно пусть ответят за то, что пообещали. А то 18 лет обещают и ничего не делают. Ну, пусть доделывают уже и освобождают место уже. Так думаем, что другой придет. Уже знаете, уже сто раз пожалели, что голосовали за них. Все что-то думали, что-то ждали, надеялись. А в нашей жизни ничего не изменилось. Обещания обещаниями, а дел нет. В этом году у людей есть возможность сделать шаг навстречу переменам. От их округа свою кандидатуру в депутаты горсовета выставил коммунист Гагик Микаэлян. Кандидат помог организовать выездное совещание. Можно было сделать больше, но на просьбы отсыпать дорогу жизни по моторной вновь ответили отказом. По словам партийцев, имеющийся гранулят пал жертвой предвыборной кампании соперника «Единороса». Сейчас он там засыпает весь поселок Светлый. В прошлом году, я просто знаю эту историю, в прошлом году я обращался к Сенькову. Он говорит, нет, у нас нет гранулята, мэр у нас забирает на подсыпку дорог и прочее. Потом оказалось, что все отдали кандидату от «Единой России». У власти находятся «Единоросы» и наши руки связаны. Если бы у власти были бы большей частью наши ребята, коммунисты, мы бы проявили больше чаяния о нуждах народа. В данном случае ситуация имеет место быть уже давно. Тот бюджет, который принимается на уровне города, принимается партией правящей, имеющей власть «Единоросов». Мы, проведя данное собрание, выработали определенную тактику действия. По итогам совещания чиновники заверили, что в ближайшее время направят на заброшенный участок «Грейдер». Затем проведут разметку и составят план дальнейших работ. Машину для грейдирования прислали через день. Ее встречали всем районам. К огромному сожалению, высыпавших на улицу людей, у трактора в первую же минуту сломался нож. Снова нет денег на обновление автопарка. Или на «Вью» отправили в подмогу другим кандидатам. Сделали вывод уже ко всему привычные омичи. Виктория Белоусова, Александр Филиппов, Абком ТВ.